всем здравствуйте не знаю здоровалась я с вами сегодня или нет но лишний раз пожелать здоровья я думаю никогда не лишним поэтому будьте здоровы хотела с вами поделиться информацией новостями по поводу наших балконов а точнее по поводу их ремонта в общем как и везде наверное есть компании которые после прихода и просьб оценить объем работы это делают а есть которые просто пропадают и все вообще не отвечают здесь это прям знаете сплошь и рядом я вот заметила что очень много вот остаешься в какой-то момент без обратной связи ну так вот мы сейчас более целенаправленно работаем с той компании которая занимается строительством в целом ремонтом помещений ремонтом домов ремонтом квартиры в общем говоря каким-либо ремонтом и строительством нового жилья вот и в общем вот это вот ребята которые приходили последние к нам они там сделали несколько оценок того что надо сделать и как бы и варианты ну то есть можно сделать сначала одно потом можно сделать другое можно сделать все вместе вот потому что есть какие-то вещи которые надо допустим если ты захочешь в общем расскажу подробнее верхняя веранда такая же как нижняя она просто вот идут доски и между ними есть просветы щели да если например идет дождь наверху наверху блин дождь идет то нет если идет дождь то вода с верхнего этажа с верхней веранды она как бы протекает сквозь нее и попадает на нижнюю логично да а у нас там стоит в общем наша новая мебель для патио и все такое и когда дожди пойдут но как бы мы еще не тестировали этот момент потому что у нас дожди только там декабре наверно начнутся такие существенные мы точно знаем что будет бежать вот будет капать и будет жалко и значит вот эти вот ребята они посмотрели говорят вообще горит час так не строят тот так строит в общем ну потому что этот дом кто-то говорил там саном может 60-60 года дом нет у нас не 60 года дом у нас восемьдесят седьмого по-моему восемьдесят седьмом или восемь шестого года до вот в неважно раньше строили так сейчас если делают верхнюю веранду и нижняя предусматривается для того чтобы ее использовать в качестве вот вместо для отдыха там что-то ставить на нее на чем-то сидеть лежать там не за верхнюю веранду делают довольно закрытую именно в плане пола и делают отливы чтобы вода которая там на верхней веранде она утекала там в определенный желобок и вытекала где-то там по краям за кольца за пределы веранды они на нижнюю и все лилось и вот они сказали мы такую систему можем сделать вот это вот момент тот который дополнительно как говорится к той сумме которой насчитали как как ну не знаю как вариант для того чтобы нам жилось качественно с этими обеими верандами вот но значит они все это посчитали туда-сюда замену этой балки основной ремонт нижнего балкона ремонт верхнего балкона изменение верхнего балкона с дополнением вот этой вот стоковые сточной системы а вот с отливами со всеми этими какая-то там она конструкция какая-то устанавливается под доски то есть между как бы основными досками продольными поперечными в общем гря как как там делается и вот и вот они нам посчитали разные варианты допустим если мы не хотим эту штуку сделать отливы эти да но потом захотим но это будет дороже потому что надо будет снова разобрать верхнюю веранду установить эту систему потом ее собрать в общем говоря вот это вот сборка-разборка довольно дорого стоят я вам скажу вот ну естественно мы там посчитали с учетом вот этого композитного какого-то материала чтобы вот это были не доски вот такие обычные деревянные какие-то чем композитные чтобы они не гнили не облазили все такое в общем они нам считали с учетом а еще знаете что для того чтобы вот это архитектурное изменения внести и вообще в принципе переделать веранду надо нам в наш нашу управляющую организацию и в город как бы нарисовать архитектурный план в общем что там какие изменения будут производиться как это будет все делаться чтобы конструкция это все выдержала в общем говоря архитектурный план ну так вот ремонт нижней и верхней веранды за ценам рассказываю про цены а тут они долго напрягаешь я просто хочу чтобы вы поняли всю важность того что как бы это все не не шуточки значит нижняя и верхняя веранда каждая примерно там плюс минус в общем говоря 10 тысяч стоит нижняя а 10 тысяч верхней 10 тысяч плюс вот это вот дренажная система которая вот стоковая ли как называется в общем стоит по моему счет там четыре с половиной пищи и замена вот этой балки собственно из-за которой вся эта катавасия началась у нас 3000 стоит и плюс еще вот этот архитектурный план разрешения у города 3000 тоже стоит то есть чтобы это все отрисовали чтобы это все спроектировали чтобы это все заверили в городском каком-то архитектурном бюро это все вместе стоит 3000 долларов в итоге вот все туда-сюда 30 тысяч долларов 29 чем-то получается в общем 30 но у этой компании есть еще опция рассрочки то есть ты эту сумму разбиваешь на сколько там месяцев и платишь без процентов при никак-то можно с процентами ну как бы в зависимости от того как а у тебя кредит на истории насколько тебя кредитный рейтинг хорошие 30 кредитный рейтинг хороший прям шикарный когда у тебя процентов не будет а если у тебя так себе то там проценты будут и довольно высокий у нас хороший кредитный рейтинг Поэтому все нормально В общем, можно в расстрочку Все это оформить И в течение, я не знаю, полутора лет Или сколько, платить эту сумму Выплачивать Эти 30 тысяч долларов Но мы с Юрой подумали Посовещались, порешали Решили, что все-таки, наверное, надо сразу делать Все целиком Чтобы не было Разборок, сборок повторных Тут вроде сэкономишь С одной стороны, а потом Действительно будет заливать эту нижнюю веранду Вот эта грязь Она будет несколько раз Короче говоря По поводу сроков еще расскажу Сроки Я вот спросила, сколько у вас времени Для того, чтобы они говорят Вообще, чтобы все это заверить Везде В городе, в архитектурном бюро С вашей менеджмент-компанией Согласовать где-то полтора месяца И плюс на саму работу Тоже где-то 3-4 недели Вот Так что я думаю Надеюсь Что к концу этого года Мы все это сделаем И у нас все будет в этом плане прекрасно Не знаю, дорого-недорого Но вот тогда нам соседи сказали Сколько им посчитали Но им без всяких замен баллов Без всякой вот этой дренажной системы Без ничего им 30 тысяч насчитали Просто за ремонт досок на веранде Я думаю, что если вот нам все это поменяют Как бы, да Все это новое установят То 30 тысяч долларов в этом плане Наверное, лучше Меня сейчас одолела идея Сделать тефтели Сейчас я, наверное, отварю рис У меня, правда, лук Такой только красный Мне кажется, это же не имеет значения Какой лук добавить сюда В общем, что еще надо Какой-нибудь томатный соус нужен Кетчуп или еще что-нибудь Сметанка нужна, я так думаю Мы же будем в фрикадельке Я хочу в сковородке сделать фрикадельки В общем, сделаю фарш Рис, лук Там соль, перец, все такое Морковку обжарю Сейчас потрою на терке Обжарю тоже вместе с луком Отдельным луком Добавлю туда тоже соль, перец Что еще Сметану Томатный соус И в фрикадельке В этом все потушу Как думаете? Нормально будет? Я думаю, нормально И с пюрешкой Прямо как в садике У вас тоже, да, есть такой лайфхак Если дети не едят лук Вообще не терпят его Ну, они его как бы едят Но они не знают об этом Я его в блендере перемалываю До каши И тогда можете Добавлять спокойно лук Но никто не почувствует Никто не заметит его Почувствует, почувствует Но не заметит Потому что не будет кусочков Это же самая главная проблема Кусочки лука В общем, я решила не просто соль, перец добавить Добавила соль и вот эту приправу Она без соли Но тут куча всего Я думаю, что она для фрикаделек подойдет И еще Вспомнила Наверное, надо добавить яйцо Я уже сто лет не готова фрикадельки Но, в принципе, рис у меня довольно липкий Я его чуть-чуть отварила Он у меня такой полуготовый Где-то минут семь я его варила Вот И Думаю, чтобы они развалились Они, чтобы они еще будут тушиться Они так, в принципе, видите Довольно такое липкое получилось Все это дело Но я хочу, наверное, яйцо добавить Для того, чтобы точно, наверняка Все у меня было нормально Так, ну что Навертела я фрикаделек Сейчас я вот с луком Обжарю морковку Наверное, морковку надо было помельче Натереть На самой мелкой терке Чтобы тоже, знаете, как в соус превратилось Чуть-чуть обжарю Добавлю даже соль, перчик Немножко Немножко-немножко И Буду добавлять Жидкость Сметанку Жидкость Можно было какой-нибудь бульон, конечно Но Бульон у меня Сваренного нет Готовый бульон Можно, конечно, какой-нибудь кубик Использую Я так и сделаю И добавлю сюда Одно вкуса Сметаной Кетчуп Смотрите, какой у меня тут соус получается Кетчуп все-таки дает свой Очень вкусный вкус Некоторые еще майонез добавляют Но майонеза у меня, во-первых, нет А во-вторых, мне кажется, сметаны достаточно Будем погрузить сюда тевтели Ну что Всех утопила Пускай варятся Ну что вы думаете? Спросила С чем хотите тевтели? Все единогласно сказали С макаронами Юра отменяется Они 20 минут у меня уже тушатся тут И я думаю, что, скорее всего, они уже готовы Ну что? Все готово Сейчас будем пробовать Юрий Алексеевич у нас будет подопытный Слушайте, прям действительно Как в детском саду Как бабушка готовила Прямо Наверное, из меня будет Нормальная бабушка, да? Пока я жду Юрия Алексеевича Покажу вам вот закат Вот сейчас у нас закат выглядит вот так Видите, нет никакой облачности И, собственно говоря Из-за этого он такой Скромный-скромный закат Мы поели Сейчас надо Сделать важную операцию Сейчас мы вам по дороге Расскажем Куда мы едем На ночь глядя Ну не на ночь глядя Сейчас только начало седьмого вечера Покажу вам дорогу Вы же любите Проситься все время Показывайте дорогу Просто хочу замечание По этому поводу сделать Когда я цепляю вот на эту держалку И поворачиваю камеру На дорогу Снимается Во-первых Как бы большая половина За экрана занимает Вот эта панель Ну то есть Сейчас я просто держу в руке И поэтому вам Более-менее видно А если я прилеплю ее вот сюда Вот смотрите Как будто прилепила Вот видите Вот так вот она обычно висит Ну вот так Вот И вот очень много занимает Вот эта панель И плюс еще Если сделать на широкоугольную То тут и все будет Машина В общем машина изнутри Хорошо будет сниматься Вот Куда мы едем Мы едем А ты знаешь куда ехать? Нет Нормально Я тоже там не была ни разу здесь Поэтому надо Где он находится? Я не знаю Я знаю что он есть Но я не знаю Без понятия В том-то и дело В общем надо Поткни Проложи путь Истинный Мы едем в магазин Который называется World Market Мы там с вами как-то уже были Но в другом городе Вот Зачем мы туда едем? В общем Мы летим в Остин В Техас На Формулу-1 И мы летим туда В субботу А Формула-1 В воскресенье И у нас там Живут В Остине Наши В общем Наш бывший коллега С Юрой Наш с Юрой Бывший коллега Он там живет С семьей С большой Построил дом Ну в общем Раньше он жил в Калифорнии Вот они уехали в Остин Там в общем Построили дом И вот они теперь там живут И они Нас позвали в гости Вечером в субботу И не пойдешь С пустыми руками А семья Наша С Казахстана Поэтому мы решили Что надо что-нибудь Такое Полезное Привезти Ну не знаю Какое-нибудь блюдо Или хороший чай Что-нибудь такое Знаете Чисто по-нашему По-казахски Поэтому я подумала Что World Market Для этого Прекрасно подойдет Вот едем на разведку Надеюсь Что-нибудь найдем Посмотрите Какая машина едет Что-то там СС Классное Правда? В общем Это Chevrolet Camaro Мы тут Видели На боку написано А На номере у него Тоже написано Тут уже не то что Это Корзинку Надо взять Корзинку Ну Ты хочешь много Что набрать? Пойдем Пойдем в красоту Тут смотрите Уже новогоднее Все Тут уже не то что Хэллоуин Или это Вот смотри Может быть Что-нибудь такое Привезти Елочную игрушку Раз уже к новому году Все продают Смотри какие красивые есть Смотри какая Мельничка Скажем что это Салванга Смотри Дед Мороз С матрешкой Ну Да А Дед Мороз Смотри еще есть какой Без матрешки О это ЛГБТ ЛГБТ Дед Мороз Да Да Посмотрите Какая красота Вот есть Биг Бен Смотрите Сколько красоты Ребята Посмотри Какие грибочки Хотел сказать Вяленые Сваленные Валяльные Ну посмотри Какие Посмотри Какая Чудесная А сколько Вот они стоят Мне интересно Два за шесть Два за шесть А Два за шесть Все понятно Смотри Смотри Какой Прецел Ух ты Класс Вообще Смотри Какие носочки Боже Ребята Какая красота Правда Вот здесь Вот тоже Красивые Здесь Все какие Прям Лесная тема Ой Смотри Это тоже Типа Как я купила На Хэллоуин Ну на Осенние Таких Этих Животных Ну это по-моему Ничего такого Это Глобусы Разных Миров Обычные Глобусы Слушай Вот это тяжелый Прома Да Вот еще Смотри Сколько Много Ты Прямо Детский Да Вот смотри Матрешка Смотри Матрешка Стоит 12 долларов Между прочим Юникорн Динозавр Единорог Народный Да Ну Всякое Бывает В жизни Посмотри Сколько этих Матрешек Вот матрешка Вот матрешка Вот Красотища Правда О Смотри Это наша тема Я нашел Санта Квауса Для наших ребят Видишь Он сидит в кресле И играет Да 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 Не Вот смотри Какие Да 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 Это Плейстейшн И Да О Посмотри Какие ролики Класс И вот Твоя Тема Велик О Огурчик Огурчик Помните Раньше были Какие всякие Игрушки Там и шишечки Были Всякие Белочки И зайчики Они такие На таких Прищепочках Еще были Ой Посмотри Кусок масла Масло Вот так О Донус Слушай Как натурально Выглядит Вообще Ладно Пойдем Искать блюдо Авокадо Авокадо Вообще Такая Красота Правда Столько Много Уже Действительно Для Нового Года Посмотри Просто Смотри Какая Ух ты Какой Причем Он Войлочный Ребята Какой Классный Ну да Но тут Совсем Маленькие Это Для Допустим Для Девушки И туда Класть Всякие Разные Украшения Колечко Да Да Колечко Сережки Вполне Себе Хватает Места Для Этого Сколько Он Стоит 50 Долларов Юра Не Надо Ой Боже Мой Посмотрите Какая Красота Правда Ой Какая Милото Легкая Легкая Я Вот В прошлый Раз Когда Я Была Ну Тоже Перед Новым Годем Как-то Я Была В Таком Магазине Не Было Такой Красоты То ли Они Завезли То ли Из-за То Что Ковид Был С Лампочками Да Спокой Носочек Для Подарков Вообще Очень Много Красивых Тосков Для Подарков Очень Так Давай По делу Так Где Пледы Какие О Какой Плед Приятный Да У них Все Есть И Ковры И Одежда И Всякая Мебель Вот Смотри Какие Штуки Классные Это Тоже Как Кровать Да Семьсот Долларов Какой Пать Кровать Лежать Спать Да И Днем Только Можно Ночью Не Получится Посмотри Какой Поднос Красивый А Вот Смотри Эти Грибы Это Записная Кишка Она Сама Стоит А там Тоже Были Такие Похожие Деревья Четыре Фута Деревца Сколько Сто Долларов Или Сколько Стоит Вон Там Цена Внизу Внизу Написана Цена Смотри Какой Диван Классный Вот Тот Тоже Классный Так Подожди Где Посуда Вон Я тебе Помнишь Я говорила Вон Смотри Есть Одежда Тут Вообще Смотри Какие Вазы Есть Красивые Вообще Ребята Тут Так Красиво Ковер Какой Шикарный Ковер Между Прочим Стоит 200 Долларов 210 Не так уж Дорого У них Тут Это Скидки Скидки Ну ты посмотри Какая красотища Правда Ну вот Хороший же Ковер Красивый Вот этот Тоже хороший Это Это 280 Долларов Стоит Они Наверное Какие Нибудь Вот Откуда Они Индийские Индийские Тут Много Индийской Одежды И Много Индийских Товаров Товаров Вот столик Смотри Какой Прелестный Журнальный Журнальный О Смотри Это Прям Для Нашего Леши Леша У нас Любит Вот Возле Этого Кресла Сидеть Желтого И Чтобы Ему Еда Туда Еще Раз Пододвинул И Чтобы Тебе Сразу Видишь Нет Ну да Ну то есть Ты Короче Уроки Сделал Позанимался Убрал И Поел Сразу Класс Да Ну а Только Хотел Удобство Так Скажем Стоит Недешево Да Деревянный Деревянный Посмотри Какой шкаф Мне кажется Для каких-то фокусов Ты заходишь туда Тебя распиливают Выходишь пополам Да 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 Что-то не открывается Забит Чтобы Вот так Никто не пофокусничал Ой боже мой Вот смотрите Полочки Это вот такие Вот Держалки Для полочек Смотри Разные Сами полочки Тоже есть Манговое Дерево Из Да Да Вот смотри Вот оно Вот так вот Выглядит Наверное Класс Очень красиво Очень ребята Просто А вот смотри Вот орех Не это Не магазин А кладезь какая-то Акация Вот смотри Акакия Акакия Да Акакия Акакия Ореха Вот тоже Какой Симпатичный диванчик Тут есть Светильники И подушки Вот этот светильник Нам надо Юр В нашу комнату Вместо этого Черного Дурацкого Акакия Акакия Хорош Вот Смотри Какой Так много Всего Подушечки Всякие Ой Боже мой Зачем Сюда Пришли Кошмар Какой-то Смотрите Даже Люфтры Есть Потрясающе А и шторы Есть Что там Обычные Лампы Накаливания Интересные Эдисон Балд Стринглайт Ну это Наверное Такие Декоративные О Косолик Ей Пуфики Ребята Меня Все Удивляет Потому что До этого Я Ну Особо Не ходила В такие Отделы Здесь Хотя Стоило бы Правда Ведь Смотри Дерево Дерево Тоже Наверное Подается Скорее Сего Только Ценника Нет Диван Красивого Такого Цвета Оливкового Очень Красивый Ладно Пойдем Где-то Посуда Должна Быть Она Должна Открываться Да Очень Стильно Да Выглядит Да Опаленная Тут Вообще Можно Как бы Купить Для интерьера Полностью Всякие В черном Стиле Да Да Оно Видишь Оно Специально Расставлено Вот так Вот Чтобы Представить Можно было Как у тебя В интерьере Это все Будет Выглядеть Я слежу За тобой Очень Вот эти Красивые Тоже Ой Много Красивого Ребят Но Нам Это Уже Все Не Нужно Потом Новый Когда Дом Купим Да Юр Вот Это Мне Очень Нравится Вот Такая Вот Вот Такая Вот Штука Два Столика Вместе 300 Доллар Стоит Что Скин Кер Ну Это Может быть Это Маска Для Лица Влажняешь Что-нибудь Такое Да Пончо Ты потрогай Какое Оно Приятное У меня Было Пончо Ты потрогай Какое Чудесно Просто Материал Шикар One Size 40 Долларов Все Стоит Ах Что Это Пончо Дырка Посередине Просто И все Ну Это Такое Типа Кимоно Как Его Назвать Чет Написано Упало Что Вот Написано На нем Как Это Называется Предмет Гардероба С Китай С Диана Не Написано Не Написано Как Называется Но Очень Красиво Тут И Халатики Есть Всякие Разные И Платья В общем Смотри Какие Штуки Есть Из Этого Плетеные Помнишь Мы Искали Полочку Для Санузла Смотри Наша Очень Аккуратненькая Небольшая Точно Хэллоуин Все таки Никуда Не делся Все еще Есть Смотри Смотри Скелет Фламинго Ну Мне кажется Это О Смотри Вот такие Эти Подсвечники Сразу Вместе Со Свечкой Идут Сейчас Я вам скажу Хотела Цену Сказать Но Похоже Не удастся Почему-то На ценники Нет цены О Юр Смотри Это На перила Одевать На перила Лэн Это Вот С такими Черепами 20 долларов Ну На перилах Хорошо Смотрится Ты хочешь Для кошечки Да Нет Ну И какие Милые Какие Милые Зомби Фонинго Кровожадные Просто Ужас Смотри Это Вот так Надо Сделать Такую Инсталляцию Вот Да Ну Их Вставляешь Действительно Видишь У них Там В Землю Землю Боже Юра Ты помнишь Как я искала Вот эти штуки Под цветы Под горшки Посмотри Так вот Какая красота Есть Да Посмотри Единственное Они наверное Продаются Вместе с горшками Не отдельно А это искусственные Вот это Чтобы свисалось Да И поливать Не надо И под цвет Они нам подходят Наши Шкафчики Да А еще Там Где Вот у нас Зона Есть У нас Которая Не занятая Помнишь Вот где Вот возле Раковины Вот там Наверху Вот такую Штуку Повесить Смотри Вот такую Вот такую Какую С макромешкой А может Мы найдем Здесь Кофе Для бокалов Может быть Вот это Сколько Штука Стоит Как этот Цветок Называется Я забыла Какой Это 30 долларов Стоит Выглядит Очень Неплохо А вот эти Тродисканцы Или что-то Такое Тродисканцы Тоже Это 22 доллара Стоит Вот эти Мне нравятся Красивые Но мне кажется Они продаются Вместе с горшками Отдельно Как-то Не вижу Ой Какие горшки Красивые Не Ну что Такое Зачем Мы сюда Зашли С ним Ребята Что Это Что же Втыкается В газон Ну да Вот Некоторые Да Они Ночью Светятся Смотри У нас Газон Это Нету Куда Втыкаться Ну Немножко Есть Перед Этим Монстром Немножко Сколько Они стоят Восемь долларов Чтоб К нему Не проходили Чё Это К нему Не проходили Пускай Проходят Смотри Есть Открыточки Смотри 3D Открыточки На Хэллоуин Поздравляем С Хэллоуином Да Вот так А вот Смотри Тут тоже Всякие Разные Посмотри Йоги Иди сюда Что Вот посмотри На череп Ух ты И вот На этот череп Класс Да Я снимаю Я обожаю Такие вещи Да Хочешь Тебе и подарим Нет Ты еще Муж Сам Даже себе Купить Вот Смотри Юра Юра Ну вы поняли Да Я пришла За эстетикой А у нас Как всегда Вот Смотри Какие Хэллоуина Класс Ну очень Молочный Чакл Ну да Сколько стоит Где-то Цена Есть 50 грамм Где цена Опять А вот Написано Канадские 4 доллара Все понятно Ладно Пойдем дальше А Юр Мы вообще Как бы Боже мой Смотри Какое-то пиво Есть Это пиво Или что это Такое А это Liquid Deathwater Это короче говоря Смертельная вода Это А есть вода И есть Вот это вода А это Спарклинг А где Айсти А вот Манго Нет Спарклинг Готер Тоже Манго Вот смотри Тут всякие Тоже Адвент Календари Уже Разные Разные К Новому Году Ооо Смотри Какая Тыква Красотища Правда 25 долларов И вот это Мне нравится Юра Посмотри Свечки Сюда поставил Смотрите Уже Скидка На Это Все Юра Смотри Какие Красивые Вот Эти Можно На Улице Поставить Смотри Какая Красота Смотри Это Вот Жесетели Да Ну Не знаю Что 80 долларов 30% Скидка На Это Все Вот Эти Панеттони Которые в Коско Продаются Есть Маленькие Мы Кстати Как-то Брали Именно Здесь Или Где Мы Брали Вкусные Они Мы Брали Именно Чтобы Попробовать Вот Это Что За Наборы Это Не Чай Случайно Похоже А Это Кофе Это Кофе Вот Это Кофе А Может Вот Это Чай Да Вот Это Чай Смотри А Да Ну Вот Он Как раз Разный Поэтому Не Не Любишь Нам Вот Подписчики Присылали Кофе Ой Чай Вот В таких Наборах Ну Не В таких Прям А Красивых На Крисмас Чай Крисмас Чай Ванил Ваниль Гвоздика И Цитрус Да Так Вове Надо Простой Чай Ну Вот Смотри А Вот Смотри Тоже Новогодний Чай Смотри Выглядит Как будто Металлический На самом Деле Нет Мне Что Тут Стуль Так Нравится Класс О Смотри Столы Круглые Тоже Есть Тут Но Это Такой Классическое Видишь Такая Ножка И У нас Хорош Что Можно Что Нибудь Вот Такое Например Ой Смотри Какая Прелесть С Зайчиком Она Зайчиком С Оленем Есть Вообще Ребята Посмотрите Какая Красота Они По-моему Отдельно Продаются Помнишь Шоколадзи Апельсиновые Эти Цедра Или Что Это Дольки Шоколадные Короче Говоря Они Смотрите Есть Разные Есть Молочный Шоколад С Апельсином Есть Темный Шоколад Апельсином Есть Еще Поппинг Кэнди Там Такие Мелкая Карамелька Здесь Что Еще Тоже Сноубол Я Не знаю Что Там Вот Это Тофи Вкус А Вот Еще Белый Шоколад Смотри Как Много У них Такого Выбора Интересного Это Наверное Чтобы Пирог Печь Что Это Делать Красота Какая Да Много Смотри Написано Вот Есть Великобритания Есть Канада Есть США Есть Еще Франция В общем Ну Это Молд Маркет Как Как Вот Еще Смотри Какие Горшочки Тоже Карамель Apple Яблочный Здесь Тоже Какие Интересные Всякие Разные Подносы Смотрите Какая Красота Деревянная Это Тарелки Да А Из чего Они Сделаны Красиво Ну Видно Что Такое А Вот Это Что Такое Это Тоже Поднос Какой То Или Это Тарелка Такая Деревянная Ничего Себе Я хотела Знаешь Такое Чтобы Для Общего Пользования Какое Такое Красивое Может Блюдо Или Что Ни Такое Что Нибудь Знаете Типа Не знаю Типа Вот Такого Вот Но Какой Нибудь С Каким Него Дизайном Тут Вообще Смотри И Вот Этот Вот Не знаю Раннер Или Как Это Называть И Стакан Бокал И Все На Тему Щелкунчика Это Печка Пицца Пицца Овен Крутая Она Глиняная 40% Скидка Серьез Ставишь Получается 170$ Не очень Дорого Смотри Какой Классный Набор Это Чтобы Резать Пиццу Ура Ну Да Конечно Это Не Просто Так Посмотри Какой Этот Каст Пицца Резалка Да А Еще Да С Размет Да Подтапом Газовая Должна Быть Для Пиццы Тоже А Я Видела Да Там Тоже Этот Камень Который Собственно Говоря У Нас Есть В Духовке И Вот На Нем Оно И Жарится Вот Смотри Какая Красота Вот Это Да Вот Это Я Вот Прям Да Вот Это Еще есть Каст Айрон Так Он Это Чугунный Чугунный Ой Слушай Какой Тяжелый Посмотри Как Красиво Ну Ладно Мы Не На Себе Повезем У Очень Красиво Смотри Какая Касса Красота А Вот Набор Смотри Сразу Чайник Да Там Идет И Чашечки Маленькие Класс А сколько Стоит Такая Красота 50 долларов А что Там В наборе Вот В этом Ну Там Вот Две Пялушки Чайник Ну Пялушки Такие Маленькие Знаешь Не Наши Не Наши Не По-казахски Они Совсем Прям Маленькие Ну Такие Китайские Наборы Ты видишь Китайские Ну Или Индийские Вот Смотри Есть Такие Еще Коробочки Для Чая Да Слушай А может Быть Вот Так Сделать Надо Чай Взять И Коробочку Для Чая Это Для Пакетиков Ну Что Пакетики Все Пьют Что Ты Думаешь Мы В Америке Мне Чайнички Очень Нравится Очень Красивые У нас Почти Побольше Ты его На Мазоне Брала Я На Мазоне Брала Я Хочу Без Вот Этой Штуки Вообще Да Есть 18 Долларов Да Неплохо Я Примерно Так Брала Ой Какая Красотища Ребята Грибочки Да Мне Прям Очень Нравятся Эти Чайнички Очень Есть Вот Такие Чайнички Ну Это Английский Там В Английском Этом Есть Побольше И Поменьше Они Вон Смотри Разные Там Внизу Стоят Чайники Тяжелые Правда Конечно Вот Эти Красивые Тоже Они Такие Обычные Ну Вот Эти Прям Вообще Какие-то Просто Шедевральные Я Думаю Чайник Да Он Прям Тяжелый Очень Тяжелый Его Вести Тоже Как У нас Просто Видите У нас Даже Толка В ручной Клади Нет Потому Что Мы Мы Одним Рюкзаком Поедем Вот Ну Что На Два Дня Поэтому Смотри Я Думаю Может Быть Вот Такую Коробку С Этими И Как Бу Чай Или Чай Не Пакетированные А Коробку Для Пакетированного Возвел Пластиковое Молоко Пластиковое А Сама По себе А Ну Да Тут Вот Эта Посуда Такая Классная Есть Ну Кстати Она Недорогая 60 Долларов Но В Коско Две Можно Купить За Эту Что Это Японская Еда Да Рамен Это Что Как Готовить Ну Да Наверное Да Рецепты А Они Есть Прозрачные Представляешь Ты Напиток Наливаешь И Да Да Очень Классно Сколько Такая Чашка Стоит Пикселированная 8 Долларов Ну Тут Посуда Не Очень Дешевая А Чай Вот Этот Ты Любишь Да А Тут Еще С Какими-то Ароматизаторами Да Да А Вот Смотри Спайс Панкин Чай С тыквой Да Посмотри Какие Тоже Красивые Чашки Они Тоже Выдавленные Тоже Красивые Правда Тоже 8 Долларов И К ним Все Есть И Раннер Есть И Вот Такие Тарелочки Как будто Из гвоздей Выкованные Металлические Просто Да Ну Не просто Какие Классные Такие Грубые Ну Сами Коять Как будто Кованый 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 Металл Да Здесь Это всякие Кофе Мофе Вот Смотри У них Мололка Прямо Здесь С кофе С вкусом Снегер Вот смотри ММДМ С Твикс О боже Какой ужас Кошмар 10 долларов Вот здесь Должны быть Чаи Вот это Какао Вот смотри Вот это Чаи И вот это Уже Паучи Да Вот Смотрите Здесь Красивые Вот такие Вот таких Баночках Мне нравится Это кажется Только Единственное По-моему Они Тебек Надо Посмотреть Где написано Да Надо Посмотреть А да Да 20 Пагетик Я как-то Брала Вот в таких Вот А я Вот такие Брала Очень вкусные Вообще Супер Вот этот Абрикос Очень Очень Вкусный Вообще Мне кажется Все Вот эти Хорошие Вот Можно Возь Взять В пакетиках Но ему Надо English Breakfast Ну вот А сколько Там Пакетиков 20 А Ну 20 Конечно Мало Да Тут По-моему Больше Нету А Вот Смотри Вот Традиционно Мы брали Такой В Коско Вот Она 30 Доллар Стоит Вот Можно Поменьше Вязать Просто Такую Банку Хранить Тоже Сколько Сколько Не знаю 72 Можно Вот Такой Вот Абрикос Смотри Вот 8 Пакетиков Вот Еще Какой То Есть Из Ирландии Чай Представляешь А вон Стоит Этот Всякий Типа Нет Ему Обычно Да Мы Вот Тогда Брали Английский Какой-то Чай Вот Этот Можно Взять Вот Это Голд Это Что Обычный Чай Рич Фул Флейвор Блэнд Да Давай Возьмем 10 Долларов Стоит Я Тоже В русском Магазине 20 Этих Взяла Филиппис Маркет Сделала 20 Пакетиков Там Четыре Или Пять Долларов Это Интересная Какая-то Штука Это В чашку Надо Прям Там Такие Пакетики Тоже Заварка Внутри Вот Еще Есть Смотри Это Вот Такой Вот Который Красиво Раскрывается Чай Смотри Какой Набор Это Мед Таких Маленьких Ой Смотри Сколько Тут Меда Много Вот Какой Лавандовый Мед Классно В общем Мы решили Что В металлической Упаковке Наверное Нас Не пропустят Заставят Открыть Чтобы Показать Что Там Поэтому Мы Думаем Мы Не Знаем Могут Потому что Все В ручной Кладе Поэтому Сейчас Наверное Быстренько Съездим В Другой Магазин Там Где Есть Чай В Таких Специальных Пакетах Да Не в Металлических Которые Ой Смотри Это Эти печеньки Из которых Я тогда Делала Колбасу Шоколадную Мне сказали Вы что Такие печенья Переводите На колбасу Помнишь Вот такие Печеньки В Трейдер Джоз Тоже Похожие Вот такие Какие По-моему Да Вот Смотри Это Разные Вот эти Тоже Вкусные По-моему Трейдер Джоз Я не видела По-моему Руди Еще Не появились Здесь Юра Должен быть Где-то С марципаном Шоколад Он Очень Очень Вкусный Я только Не знаю А вот Он Вот С марципаном Есть Он Продостоит Видишь Не дешево Смотри Есть С апельсином Еще Марципан О Крас Вот Еще Есть Смотри Риттер Спорт С марципаном Да Тоже Кусто 3 доллара Да И Что там Тоже Сто 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 Грамм тоже Да 3 доллара Можно взять Да Вот так Просто На разочек На разочек Сесть Получить Удовольствие Мы любим Спорт Степаном Что ли Смотри 10 долларов По-моему С трейдерей По-моему Стоит 5 Что ли Но Я еще не знаю Завезли Или нет Ну Будем знать Что здесь Они есть Вот Смотри Еще Какой Это Есть Алмонд Это Кусочек Да В этом Тоже В трейдере Тоже Есть Такие Ну Они Так Они Же Что Лени Все С Марципанами Помнишь Ну Короче Здесь Разные Штоллины Вот Смотри Есть За 6 Доллар Штоллин Немецкий Но Такой Маленький В общем Надо Дождаться В Трейдере В Трейдере Вообще Мне Кажется Просто Шедевральный Штоллин Аша Это Хороший Рамен А здесь Сейчас 12 Да Это Можно Леша Да Классно Подарок На Новый год Это Крисмас Это Адвент Календарь Понимаешь Каждому Своё Адвент Календарь А здесь Что Еще Это Все Какие То Супы Да Кому Что Надо Вон Какао Да Это Что Вино О Это Нам Адвент Календарь Двенадцать дней Смотри Не говори Двенадцать Мини Бутылочек Да Тут Смотри Это Вот Есть Разные Адвент Календарья Вот Это Все Эти С Конфеткой Воснов А Вот Смотри Чайный Адвент Календарь 50 Ти Бэкс Классно Вот Здесь Наверное Можем Чайный Ти Какой Нить Восточный Вот Чайные Тут Есть Разные Смотри Того Конечно Я только Не вижу Сейчас Посмотрим А вот Смотри Какой Минутерический Тоже Хороший Ну Это То Что У нас Сейчас И Смотри Он Не в пакетиках Вот Какой Ты Смотри А Вон Там Внизу Разные Есть Да Вот Эти Тоже Вкусные Но Это В пакетиках Да 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 У нас Такая Но Это Мы Как-то В такой Какой Толбаковке Брали Да Да Ну Да Какая Насветная Какой То Классический Чай Смотрите Тут На Вот Этому Чай На Русском Написано Чай Барути Индийский Черный Мелколистовой Да Металлический Просто Не Хотим Брать Хотя Вот Если Упаковано Написано Хотя Могут Попросить Открыть Да Ой Блин Так Было Конечно Какую Некрасивую Можно Такую Взять Потому Что Этот Можно Открыть Тут Ничего Не Испортится Внутри Герметичный Пакетик Но Они Его Не Заставят Открыть Не 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 Думаешь Давай С Кардамон Ти Какой-то Еще Есть Спешл Бленд Ну Здесь Вот Скотч Ничего Страшного 500 грамм Ну Давай Возьмем Может Вы Плюс Обычный Нет Спешл Бленд Грейт Тест Написано Хороший Вкус Великолепный Ладно Давай Это Красота Мед Какой Это Орешки Это Вкусно Смотрите Как разного Меда Но Там По-моему Можно 100 Миллилитров Да 100 Миллилитров Только Можно А Это Все Большое Да Пахлава А где Ни Есть Когда Она Изготовлена Изготовлена Вот Best Before Январь 24 Год А Когда Изготовлен Не знаю А Вот Это Что Такое А Это Тоже Пахлава Только Такая Маленькая Да Да Написано Когда Изготовлена Нет А Чье Производство Вообще Арабское Арабское Где написано Сделано А Produce by Не знаю Где В Иордании А В Иордании Ох Ничего Себе Что Думаешь Возьмёт Ну давай Главное Чтобы у нас Не вытащили Все это Из ручной Клади Я Переживаю Юри Чтобы мы Все довезли А 1 2 1 1 2 3 4 9